Зимой прошлого года доброволец с позывным «Антихрист» вернулся из зоны боевых действий. Рассказывает, долго не мог свыкнуться с мирной жизнью. Пугали резкие громкие звуки, постоянно напоминала о себе привычка ходить в форме, спать в бронежилете и с автоматом. Когда стало совсем невыносимо, через волонтёрскую организацию парень обратился к психологам. Трудно просто после того, что там видел, просто тела и всё остальное. Как у тебя друзей ранят, ну, у кого ногу оторвало, у кого что. Просто-напросто каждый выстрел, каждый хлопок, просто-напросто спать по два часа в сутки. Ну, это тяжело. Просто-напросто, ну, человек чуть-чуть слегка мозгами едет. По инициативе мецената в феврале прошлого года собралась группа психологов-волонтёров, которые впоследствии и организовали всеукраинскую систему помощи военнослужащим, пострадавшим в зоне АТО. Сегодня такие отделения есть в 15 городах, в том числе и в Харькове. В планах организаторов – охватить все областные центры страны. Их приоритет – психологическая поддержка бойцов, однако на практике помощь оказывают и их семьям, и вынужденным переселенцам. В каком случае нужно обращаться? Ну, чувство тоски, печали, депрессии знакомо. Также могут быть тревожные сны, резкое ухудшение самочувствия, которое не могут описать врачи. В Харьковском отделении работают 8 специалистов. Проводят как индивидуальные, так и групповые встречи. Помимо этого дежурят психологи и в волонтёрском пункте «Южный пост», который находится на железнодорожном вокзале. Те ребята, которые приезжают и размещаются на «Южном посту», мы с ними проводим работу. Это работа не глубинная, это на поддержание ресурсов. На уровне государства до сих пор не решен вопрос комплексной реабилитации бойцов, говорят психологи. Возвращаясь домой, военнослужащие предоставлены сами себе и своим семьям. И не всегда они сразу осознают потребность в психологической помощи. Однако специалисты утверждают, реальные проблемы могут появиться со временем. Это типичная ситуация для человека, который возвращается откуда-то. Потому что он там получил опыт, который он не может разместить в мирной жизни. За это время его семья получила опыт, который он не знает. И когда эти два опыта встречаются, возникает конфликт. Консультации в центре бесплатны. Записаться на приём можно по телефону всеукраинской горячей линии. Оксана Зинковская, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа, Объектив.